Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам замечательный бой на танке Т110Е5. Да, я знаю, что я уже много боев показывал вам на этом танке, многие даже недовольны, зачем уже показывать бои на одном и том же танке. Но дело в том, что это исключительный бой, тут будет нанесено какое-то нереальное количество урона, что еще раз подтверждает, что Т110Е5 это сейчас настоящая имба. Да, замечательный танк, он всегда нравился, а сейчас и подавно, потому как после апа он действительно хорошо танкует и способен выживать даже в самых сложнейших ситуациях. Ну и пушка у него замечательная, с отличной стабилизацией, ДПМом и всем остальным. Итак, игрок тут неплохо продамажил объекта 140, но противник на СТшке сам подставился. Далее игрок замечает Т10, наносит противнику урон, еще и какая-то потасау ему кидает плюху и получается его добрать. Союзник рядом сливается, явно там требуется помощь нашего имба-танка. И Е100 отлично пробивается кумулятивными снарядами в щеки башни, это знают все. Так что игрок отлично этим пользуется. Артиллерия в этом бою отсутствует, поэтому можно без проблем тут находиться, разбирать врагов. Те в свою очередь пока что никакого отпора нашему герою не могут дать, стоят там, только отхватывают. Ну и конечно с такой стабилизацией, сведением и ДПМом, как у Е5, вообще шансов у этого Е100 нету. К тому же он еще и стреляет бронебойными. Ну, кто-то наверное скажет, что на кумулятивах вот стреляет по Е100, хотя почти все, кто хорошо играет, они если видят Е100, сразу же заряжают кумулятивой и без проблем его там шьют почти в любое место. Но если даже там отворачивать башню, стараться хорошо танковать, то и то это не всегда помогает. Ну вот, игрок вместе с союзниками продавил это направление, это штурм, кстати, и тут нужно как можно быстрее захватить вражескую базу или уничтожить всех противников. Получается пробить из ДДК СТ-1, еще и стреляет в борт Ваффентрагер-борщик, и, заметьте, не пробивает даже в борт нашего героя. Ну, действительно, сейчас танк показывает нерядные какие-то результаты, и это его, наверное, звездный час, можно сказать. Вот, пока что есть такая возможность, я лично на Е5 играю очень часто. Ну и противники выкатываются, стреляют, но совершенно все это бесполезно. Е5 танкует все, что в него летит, и тем самым ведет он свою команду в атаку. Встречается тут еще один неприятель, конвой Е5, и начинает с ним клинчеваться, противник довольно высокий, пробить в башню, конечно же, не может, и в итоге Т110Е5 без проблем с ним расправляется. Ну, вы можете сами видеть, что просто игрок едет и уничтожает все на своем пути. Таких вот танков, как Е5, сейчас на самом деле в игре вообще нету, но лично я не могу вспомнить какой-то танк, который может вот так вот смело идти в атаку, не бояться, что его там противники куда-то пробьют. Таких танков почти нету. И игрок нападает на Ваффентрагер-борщик, начинает его оттаранить и уничтожает его. Поэтому противники издалека все-таки наносят урона, опять этот СТ-1, заметьте, пробивает в основном именно советские танки, хотя может быть у них не самые точные пушки, но в плане именно стрельбы там с вертуханом на ходу им нету равных. Ну, это даже не шутка уже, потому что действительно я заметил, почему-то у советских танков, у них чаще всего именно снаряды летят в центр прицела, а не куда-то там в край или вообще непонятно куда. Получается тут пробить Тортоиса, враг медленно ползет в атаку, но тут совершенно без шансов. Е5 его пробивает в уязвимое место, потому что и точность у этого танка хорошая. Союзники встают на захват, тем самым, в общем-то, приманивают на себя противников, неприятели активно начинают давить со всех направлений, Е5 уже даже прячется, даже он, в общем-то, понимает, что противники могут все-таки пробить выязвимые борта. Ну и остается тут только разбирать неаккуратных врагов, которые везде по всем фронтам наступают. Ну и вот, противники все-таки сбивают захват, отвлекаются они на союзников, которые стоят в кругу, и Е5 совершенно беспрепятственно разбирает врагов в борта и в корму. Уже даже развернулся кормой к противникам, настолько он чувствует свою безнаказанность и имбовость. Ну и СТ-1 отправляется в итоге в ангар, там еще два светляка, ну, конечно, Е5 имба, но танковать кормой это уже слишком, и игрок это понимает, поэтому разворачивается к врагам лбом. Справа засвечивается более опасный неприятель, это объект 704-й, враг просто, несмотря ни на что, едет в атаку, хотя Е100 и Е5 стреляют ему в борт. Ну, это штурм, что я могу сказать, я сам не раз видел такие вот довольно странные ситуации в этом режиме, потому как в основном тут играют какие-то очень слабые игроки, которые не представляют, как нужно вообще тут давить там, и в итоге сливают постоянно. Ну и сами понимаете, что в итоге победа, потому как никакого другого результата тут не должно быть. Игрок нанес колоссальный урон 11616. Это самый большой урон в патче 0.9.13 среди всех классов техники. Только представьте себе, насколько же все-таки Е5 сейчас гнет. 5700 он вытанковал без проблем и 2365 опыта получил. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. С наступающим вас Новым годом. До скорых встреч. Пока. Пока.